друзья всем привет настало время рассмотреть лучшие колоды данного сезона в этом видео сразу скажу что мы рассмотрим те колоды которые только недавно начали появляться которые вот-вот сейчас только набирают свою популярность в общем те колоды которые сравнительно новые мы не будем рассматривать многочисленные колоды которые вы неоднократно видели на моем канале давайте мы их просто перечислим сейчас я просто констатирую что вот эти колоды которые сейчас появляются на ваших экранах все так же хороши все также они тащат здесь сразу обращаем внимание что сейчас гораздо более популярен арбалет с электрическим духом они с ледяным и он один это одна из самых популярных колод сейчас в топ 1000 глобала ну и вот эти вот все колоды эту колоду кстати по моему недавно я про нее рассказывал могу ошибаться в общем все вот эти 10 колод которые давно нам известны они также тащат поэтому безусловно можете их брать играть ими и тащить если они у вас прокачано не стоит паниковать не стоит переключаться на одну из колод про который мы подробнее поговорим в этом видео все что вы только что видели на своих экранах все также хорошо также приплюсуйте ко всему этому классический голем голем вернее адскую гончу ну и остальную кучу карт классических которые вы знаете которые вы видели и которыми вы наверняка играли ну а сейчас мы переходим к более интересному на мой взгляд к новым крутым колодам которые потеснили старые метовые колоды сейчас являются одними из самых популярных погнали друзья седьмое место и одна из самых простых колод данного видео колода с печкой и хижины гоблинов она отлично подойдет для тех кто не любит заморачиваться как-то супер сильно потеть можно просто поставить одно потом второе здание и напрягать противника затем добить его элитными варварами или повозкой с пушкой тим сити колода друзья максимально простая поэтому я думаю что с учетом того что я нахожусь достаточно низко на своем основном аккаунте давненько не играл я думаю что достаточно просто должно по идее ей тащить сейчас мы проверим проверим насколько это правда тесла выставляет мой оппонент тесла будет контрить копейщиков пока ну и возможно не стоило мне здесь выставлять еще и и жену ой 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 ну то о чем я и говорил ребята достаточно низкая нахожусь очень интересно заморозка ну ведьмину бабушку мы спасли противник потратил много эликсира при этом только что и сейчас мы будем его пробовать за это наказать только что он отдал стражи при этом по моим подсчетам у него две три единицы эликсира оставалось да он накопил на валькирию опять же на последний эликсир продолжаем давление нет никакого смысла здесь трусить опять же опять же потому что я нахожусь преимуществе по эликсиру ну и в итоге за счет того что я решил проатаковать там где это было необходимо смог я нанести необходимый урон по вышке противника сейчас конечно получаю от миньончиков но при этом все равно остаюсь в лидирующем положении теперь я знаю как мне защищаться от атак моего оппонента ну и пока не могу торопиться выставлять хижину гоблинов буду выжидать момента нужно будет мне приберегать варварскую бочку и ведьмину бабушку защиту от кладбы с заморозкой по левой стороне я блокирую атаку моего противника с кладбой вот такой хижиной гоблинов за вышкой не думаю что он будет атаковать в данном направлении у него раз есть заморозка то у него скорее всего нет чего-то другого так он сейчас должен отдать заморозку до дает заморозку можно было здесь ведьминой бабкой дефаться но я запаниковал если честно сказать стрелы отдал мой оппонент ну и здесь я думаю сейчас мы будем его пробивать у него там стражи есть стражи сейчас заблокирует скорее всего мою ведьмину бабушку да к сожалению но главное чтобы повозка с пушкой разменялась с да она разменялась с палачом поэтому все в целом замечательно ждем очередную атаку нет атаки не будет вот сейчас она идет летучку выставляем и вот сюда ведьмину бабку очень плохая так от моего противника прям отвратительное если быть честным и сейчас мы будем его ломать я думаю сейчас мы уничтожим его левую вышку да здесь у него уже без шансов просто без шансов вы ждали свой момент и ровно в завершении игры добили левую вышку играя данной колоды я рекомендую не торопиться использовать карты ситуативно но и при этом стараться конечно реализовывать наши два здания которые по сути должны всю игру напрягать нашего противника не давать ему атаковать шестое место колода с големом сейчас это самая популярная колода с големом за последнюю неделю в топе 1000 сыграно около двух тысяч игр винрейт при этом пятьдесят две целых пятьдесят два целых два десятых процента видим мы в этой колоде фейербол фейербол сейчас однозначно лучшее заклинание в игре и так ребят теперь колода с големом с големом я не особо люблю играть потому что такой терпеливый должен быть план на игру до двойного эликсира желательно защищаться ну либо как-то очень круто размениваться для того чтобы затем это преимущество по эликсиру которая появляется в результате качественных разменов использовать есть подозрение что что за колоду моего противника давайте будем элиткой дефаться от новой карты гоблинского бура в этом видео также будет колодка с гоблинским буром небольшой спойлер я про нее уже рассказывал но тем не менее она все еще хороша она пожалуй одна из тех колод с гоблинским буром которая все еще держится на плаву так ну мой противник вышибал им не портит конечно настроение я думаю можно вот так начать можно начать агрессивничать сейчас скорее всего пойдет гоблинский бур пойдет не пойдет фейербол здесь адам иначе летучие мышки меня сильно напрягут мега миньон чека и подрывника в прикрытие голему грамотно мой противник здесь бур использует защиту но от получения урона от взрыва голема его это не спасает более того сейчас я надеюсь мега миньончик неплохо разменяется с вышибалой нет неплохо разменяться не получилось к сожалению давайте дракончика подключим не хочу я потому что более дорогостоящую карту выставлять данной ситуации не хочу но видимо придется так голем снова из глубины надо мне докручиваться до подрывника именно это я и делаю и торнадо сейчас еще буду отдавать ну вроде задавался получилось неплохо ночную ведьму за голема и элитных варваров сейчас я буду кидать по противоположной стороне сюда дракончика нет не буду кидать элитных варваров по противоположной стороне буду кидать фейербол вот таким образом подрывника напоминаю сохраняю я именно на противодействие новой картишки ну и здесь уже защищавшись можно снова начинать от атаковать вернее можно снова начинать свою атаку пусть голем при нем примет несколько тычек от дракончика вот теперь когда он выставил два сплэша на левую сторону элитные в варвары на правую бегут сюда подрывника им в помощь торнадо чтобы контрить летучих мышек ну и элитный барбарианец здесь раздает неплохо правда теперь у меня ребят проблемы проблемы в защите хотя нет никаких проблем нет ночная ведьма по левой стороне разменялась я даже не ожидал этого меняем направление атаки самое время нам осталось совсем чуть-чуть по сути можно закинуть два фаербола но голем голем вернее это тяжелая достаточно колода крутится сложно поэтому не буду рисковать поэтому таким образом действую сюда гоблинский бурда летит да естественно ну и поэтому посредственный на самом деле снежок от моего противника ну и все это победа колода тащит на самом деле друзья по моим наблюдениям хоть я не люблю играть колодами с големом но всякий раз когда я беру их не очень просто побеждать поэтому если вы хотите эффективную колоду то колода с големом это ваш выбор пятое место и очень интересная сборка колода с адской гончи и воздушным шариком примерно при этом ее средняя стоимость 3,4 единицы эликсира то есть очень быстрая колода для данного сочетания атакующих карт колода с адской гончи с быстрым циклом если честно мне она не нравится я таким не играл потому что нет нормальной наземной защиты нет нормальной поддержки виде заклинаний заклинали контроля нет если будет какой-нибудь пламенный дракон то это автоматически гг если только вы каким-то чудом не преодолеете защиту противника но здесь мой оппонент очень много эликсира тратит да он наносит урон но при этом я думаю что я также смогу рассчитывать на урон в контр наступлении за счет воздушного шарика с шахтером делает тычку воздушный шарик еще одну делает хорошо отличное начало боя что-то я как-то запоздала выставил мега миньона там интересная колоду моего противника с хогом с бандой с печью я от снова он должен отдавать по идее он яд на подрывника отдает интересно вот видите ребят нет никакого не здание ничего чем не хога останавливать мега миньоном по идее но типа такое себе ладно давайте начинаем атаку с гончий печь по правой стороне придется игнорировать ничего не поделаешь мега миньона в защиту от хога стрелы сюда и сюда же мы сейчас выставим подрывника только так чтобы он еще и правого огненного духа законтрил ну хотя бы принял урон на себя давайте сюда же воздушный шар к мушкетеру нашему шахтера и стрелы готовим появится банда гоблинов сейчас мне не появляется и косячная от моего противника печь поэтому он теряет свою левую вышку но здесь за счет цикла надо продолжать давить с адской гончий что еще остается то так собственно и будем делать торнадо от моего противника ну а мы выжидаем момент и делаем следующий ход конем ход конем он делает сначала научить торнадо от молнии отличать скакун левую вышку мы добиваем правую вышку мы теряем ну и в итоге туда шахтера туда подрывника и это победа как обычно друзья напутал название карт но я не знаю уже как с этим бороться всегда когда играю с веб-камерой когда приходится и играть и комментировать получаются такие косяки прошу понять и простить надеюсь со временем я избавлюсь от этой дурной привычки далее четвертое место и новая крутая колода с пекой она конечно чем-то похоже на старую колоду бридж спам с пекой но здесь королевский призрак заменим на темного принца магический лучник на ведьмину бабушку разряд на варварскую бочку ну и таран на всадницу на баранье двигаемся дальше наконец-то колода которая вызывает у меня симпатию колода с пекой всадницы на баранье всадница на баранье одна из моих самых любимых карт поэтому корявая корявая марта ой 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 это ошибка 4 единицы эликсира выпу выкинул просто чувак и он это понимает и он все понимает и летучих мышек накосячил ой братишка как ты криво играешь что ты творишь блин это жестко мне прям его даже жалко как-то давайте расплитим немножко атаку да тут что-то такого я ожидал ай-яй-яй но он кстати из этой ситуации неплохо вышел точнее здесь я накосячил скорее так у меня есть время за счет заколдованного кабанчика накопить эликсир на темного принца он даже успевает разогнаться ну и собственно мой противник сейчас еще должен будет что-то использовать на темного принца это бревно или варварская бочка что-то из этого до бревно она дает ну и собственно все неплохо но могло бы быть лучше где-то я ошибся и это однозначно успел пеку выставить надо грома готовить потому что сейчас будут летучие мышки нет будем фейербол вот таким образом отдавать мы готовим садницу на баране наверно да сейчас будет банда гоблинов там садницу на баране будем готовить будем ей кайтить наверное элитных варваров потому что иначе будут проблемы у нас не буду ничего выставлять на 2 копейщиков этот чувак меня подбешивает немного постоянными эмодзи my поэтому давайте просто отключим заметьте ребят не будем его обзывать и оскорблять просто отключим хотя вне видео я бы конечно сказал пару ласковых о нем а может быть не сказал бы но это реально подбешивает когда отдал долбят эмодзи хорошо что я его отключил но когда я его обыграю если я его обыграю может будут ключи на мой дружочек пирожочек я тебя уверяю просто побежали заколдованные кабаны я кстати еще ни разу в этой игре не атаковал настало время если у него нету а у него нету ракеты я думал сказать но сказал иначе фейербол лишний ну здесь просто я его раздуплил не знаю подходит ли сюда этого слова слова но в любом случае короче вам по моему сдался нет ну да он сдался тут ловить нечего а он еще 12 уровень ну блин не надо поспамить эмодзи чуть не забыл почти 6 500 было в рекорде у моего противника но если бы он меньше тыкал в эмодзи и больше концентрировался на игре я думаю его результат был бы получше а вот и третье место друзья и на третьем месте колода с электрогигантом эта карта невероятно сильно невероятно круто и в одно лицо она способна как защититься от серьезной атаки так и в наступлении конечно же предоставляет огромную мощь и огромную угрозу вышкам противника колода с электрогигантом друзья это очень защитная колода в которой нам нужно ожидать момента выжидать преимущество по эликсиру или достаточного количества эликсира для того чтобы проатаковать впоследствии с электрогигантом здесь я скидываю темного принца чтобы не мог мой противник качественно поддержать свою атаку по правой стороне с очень интересно очень интересное решение но нет но нет так с дфм все таким образом наша к сожалению ведьмина бабушка умрет в данной ситуации но противник опять будет вынужден что-то выставлять плюс у меня сейчас преимущество по эликсиру у она сейчас будет еще больше поэтому я думаю ребят можно сыграть вот так да я рискую но это осознанный риск у меня где-то 3 или 4 единиц эликсира преимущество было он мог бы сейчас проатаковать но все равно бы он если бы проатаковал то он бы точно потерял свою вышку принципе она сейчас и так вот видите у меня сейчас сколько эликсира он еще ничего не выставляет вот только сейчас он накопил 10 единиц это именно то о чем я говорил и ребята это победа это победа просто потому что у него у меня вернее может быть контра ну не может быть а у меня точно контра на мой взгляд у него пламенный дракон как он будет им бедно останавливать моего электро гиганта но это его проблемы торнадо кстати я отдал на и противнейшие не очень хорошая прям отвратительная даже я бы сказал него по моему есть в этой колоде могу ошибаться но элитные варвары они это же совсем другая какая-то колодца дровосеком и опять туплю я почему-то каждом видео туплю ну ребят это это стиль это такой у меня стиль чё поделаешь давайте так дефаемся торнадо отдавать мне не буду отдавать здесь торнадо лучше просто начну атаку с электро гигантом потому что торнадо мне пригодится для преодоления пламенного дракона сейчас будет два дракончика опять мы молнию подготовим на молнию нужно подкопить эликсир это определенно это прям точно вот и она и он вернее момент для молнии все это победа торнадо притягиваем еще сюда грома и у нас есть эликсир на еще одного электро гиганта давайте по этой же стороне выставим потому что по этой стороне уже идет пламенный дракон нам нет никакого смысла сейчас носить левую сторону как-то перестраивается просто надо защищаться да и здесь я думаю что мой противник уже проиграл хорошая колода когда играешь электро гигантом против колод в которых пламенный дракон используется как противотанковое орудие это практически всегда авто победа так было и в этой игре просто ничего не может сделать пламенный против электро гиганта с торнадо второе место и пожалуй колода которая мне нравится больше всего вчера я выпустил видеоролик в котором этой колодой быстренько апнулся на 200 по моему трофеев в общем 7 раз выиграл один раз проиграл больше трех с половиной тысяч игр сыграно в топе 1000 винрейт выше 50 процентов друзья колода которая лично мне очень нравится я ей играл правда последний раз до того как занерфили гоблинский бур ему замедлили замедлили появление первого гоблина если кто не знал так вот тогда это колода мне очень нравилось сейчас посмотрим как она себя ведет в новых условиях чем будет дефаться валькирии неплохо почему гоблин побежал именно к валькирии жить не хочет очень интересно ладно здесь получится полу получу я к сожалению урон ой большой урон ошибка не своевременная варварскую бочку скинул ну ладно что поделаешь но кстати он многовато эликсира потратил будем камбекать да друзья палач палача недостаточно ну здесь надо бандиткой добивать эту защиту и бандитка врезайся пожалуйста отлично хотя бы немножко улучшил свое положение но конечно этого недостаточно это не устраивает меня с учетом того что я вижу на своей правой вышке жуткую ошибку я допустил не вовремя выставил я варварскую бочку да и вообще как-то корявинка начал игру ладно давайте сыграем поспокойней может быть даже я буду сейчас защищаться гоблинским буром потому что нельзя вообще никакого урона больше получать да я думаю что я вынужден здесь гоблинский бур использовать и фаербол но этого достаточно да неприятненько получается друзьям ну мы знаем что у него теперь есть фаербол так он будет сейчас гиганта выставлять из глубины хоть нет нет да он вот так решил его выставить по бандитка заехала залетела друзья бандитка это очень круто и это это все меняет поэтому таким образом ведьмину бабку здесь не выставляю ого вот это сюрприз это сюрприз друзья этого я не ожидал вообще никак и это может сыграть свою роль давай пожалуйста гром останови нет не останавливает гром но бандитка врезается минус вышка продолжаем давление повозка сейчас на стреляет сюда же мы сразу же ведьмину бабку но ведьмина бабка наверно уже было лишнее хотя 2 кабанчика это неплохо готовимся к защите ребят у него воздушный шар поэтому фаербол мне надо будет сохранять именно воздушный шар сейчас пойдет из середины гигант из середины и середины гиганда и середины гигант к этому мы были готовы гром 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 пожалуйста наверное неудачная вы вы выбрал алгоритм действий до в итоге получаю я тычку очень неприятно сейчас будет валькирия поэтому пушку в такую позицию все максимально тащим ребят никакого стеснения просто нам надо выиграть эту игру поэтому предугадываем стараемся предугадывать во всяком случае банди . врезается однозначно врезается и сюда нам надо гоблинский бур потому сейчас пойдет гигант мне не пойдет блин это было тупо ну да ладно ладно повозка из середины гоблинский бурта пожил затащил затащил друзья я ванга я даже правда мой противник конечно странный чувак даже после того как он видел гоблинский бур он все равно выставил гиганты из середины но из видели как я видел будущее как я осознал что мой противник ну короче круто круто колода хороша повторюсь если вас также заинтересовала эта колода как меня то вы можете посмотреть видео которое вышло буквально вчера на канале и там гораздо больше игр данной декой против разных колод в глобале и наконец-то первое место данного видео и на первом месте заслуженно колода с королевским гигантом больше 5000 игр сыграно за последнюю неделю в топе 1000 данной декой винрейт при этом почти 54 процента очень крутая статистика ну и конечно же нужно поиграть данной колоды чтобы убедиться в ее мощи решающая колода вернее финальная колода это самая популярная дека сейчас из новых появившихся ну наверное зря я так электрического духа скидываю дать проверим может реактивировать главное здание мой противник нет ничего себе ничего какой он агрессивный ведьминой бабки у меня в цикле нет к сожалению но сейчас у моего противника должны быть проблемки да сейчас у него должно быть минус вышка минус лицо по левой стороне он сюда еще должен тратить эликсир поэтому сразу же на правую сторону переходим в наступление от страховываем бревнишком это минус правая вышка тоже ну нет ни минус не прям полностью но левая вышка уничтожена по правой вышке core geek настреливает все в целом замечательно да я думаю в этой игре все понятно но наша цель затестировать колоду целом здесь защиту рыбак по земле хорошо работает противовоздушная защита мега миньон и ведьмина бабка этого достаточно как я понимаю снова атака с кладбой до основа атака с кладбой и запоздала здесь я ведьмину бабку использую но ребят не хочу больше ничего выставлять сказал я и выставил темного принца но я думаю сейчас моему противнику будет очень сложно прямо очень сложно мне надо накопить на core geek из середины и бревно копим да чуть позже надо было выставлять core geek когда я уже сразу мог выставить бревно но это уже мелочи ребят здесь уже все понятно главное здание противника моего уничтожена таким образом я постарался подобрать максимально разные по геймплею колоды для того чтобы любой игрок clash royale мог подобрать себе интересную деку мог поиграть и и получить удовольствие а на этом видео подходит концу надеюсь вам оно понравилось если это так то не забудьте поставить лайк ну а на этом все спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока